Всем привет! Сегодня 24 июля, Московская область. Хочу с вами прогуляться по миксбордеру. Я его создавала весной 2020 года. Это самый крупный цветник на участке. Располагается он вдоль забора и вдоль фасада дома. Цветник неровной формы, обрамление камнем на сухую кладку. Земля у меня с углинок. И весь цветник замульчирован перепревшей конской подстилкой, щепой, корой, хвойным опадом, лишь бы не росла трава. Здесь по краю овсяница голубая с семян, как почвопокровник, чабрец ползучий. Новинка в этом году я покупала весной метельчатая гортензия Diamond Rouge. Уже дала маленькие цветочки, его оставила, хочу посмотреть. Куст хороший, формировать буду на следующий год. Также уже цветут и хосты. Я вот таких гибридных только цветы оставляю, с простых срезаю. Композиция из лобелии кустовой. Здесь и белая, и розовая, и синяя. В опромлении здесь камни, но их уже не видно. Лиственница пендула. Высажено здесь в прошлом году две гортензии крупнолистных. Вот здесь и здесь. Это гортензия Solong Sunny и розы. Значит, эта гортензия плоховато вышла из зимы. Та получше. Но это ремонтантные сорта. Посмотрим, зацветет ли она на новых побегах. По идее, должна. Смотрите, как цветет красиво. Хоста. Вот тоже. Вот такие соцветия я оставляю красивые. Здесь на штамбе сосна. Красавица. Хосты. Тоже новинка в этом году. Буквально недавно, недели две назад, я высадила крупнолистную гортензию. Здесь у меня росла гортензия бесконечное лето, но она у меня пропала. В прошлом году она в августе заболела клещом. Я ее выхаживала. Но из зимы она, считай, не вышла. В общем, пропала. А высадила я сюда гортензию. Это покупала у Натальи. У нее YouTube канал есть. И называется Три сестры. Вот я у нее три черенка купила и высадила. Здесь она хлорозит, конечно, но мне не пришли за бледным листом. Вот она приживается пока. Почва вообще у меня кислая. Я ее не измеряла, но сужу по растениям, которые у меня здесь растут. Хвощ и кислица. Гладиолусы. Помните, я вам показывала? Смотрите, как они хорошо взошли. Надеюсь, что они у меня в этом году зацветут. Успеют. Гортензия метельчатая. Только-только на бутонах. К слову сказать, я посмотрела прошлогодние фотографии. 27 июля у меня уже все гортензии были в полном распуске. В полном, представляете? А в этом году вот она только-только на бутончиках. Вот так вот. Хаутюню тоже зацвела. Белые лепестки и желтая тычинка. Смотрите, кто будет сажать хаутюню. Или ее сдерживаете в ограничителе. Потому что она очень-очень хорошо разрастается. Даже, видите, вышла за пределы цветника. Я ее не убираю, она мне здесь не мешает. Просто ее высаживайте с крупными растениями. Мелкие, почвопокровные. Она будет забивать. Листеница на штамбе. Стиввипер. Тоже гортензия. Вот только бутоны-бутоны. Little lime. Так, что здесь? Морозник. Это подушка камнеломки. Выращивала из семян белого цвета. Ее подстригла. Если не стричь лиственницу, она будет стремиться вверх. В ветке вверх. И будет здесь такая размахайка. Непонятно, будет расти до бесконечности. Поэтому, если вы хотите ее держать шариком, то обязательно стригите. У лиственницы сила роста очень хорошая. Я лестницу стригу. Не оставляю. Тоже вот. Color beer. Только-только на бутонах. Смотрите, как хорошо у меня здесь разрастается кизильник горизонтальный. Отличный почвопокровник. Забивает траву. Кому нужно закрыть землю, чтобы не рос сорняк, обязательно сажайте. Он иногда вот так веточки поднимает, выскакивает, но они потом ложатся. Он прямо горизонтальный, как и есть. Здорово. Мне он очень нравится. И всегда декоративен. Цветет у меня белыми мелкими цветочками. Здесь был можжевельник. Я его убрала. Дальше покажу вам. И здесь был можжевельник голубой, горизонтальный. Меджулип. Смотрите, как разросся. Тоже красавчик. Скоро уже зацветет. Это перовский. Отличный кустарник. Говорят, может заменить лаванду. Ну вот, у кого не получается с лавандой, выращивайте перовский. Вот второй кусик от Натальи. Это гортензия кругнолистная, три сестры. Морозник, который я привозила из Сочи. Это из семян. Забыла, как называется. В этом году выращивала. Здесь у меня изменения. Как видите, высадила я 10 кустов лаванды. Вот так, вдоль бордюра. Сидела здесь хоста у меня. Я ее убрала. Такая обычная хоста. Раздала соседям. Кое-что посадила за двор. Это лаванда Мандит Стрейн. Было у меня здесь 4 куста. И они не вышли из зимы. Но слава богу, что этот сорт дал самосев. И я высадила лаванду Мандит Стрейн. Мою любимую. Так что теперь у меня здесь будет лавандовый бордюр с моей любимой лавандой. Здесь композиция немножко ушла от того, что хотелось бы. Почему? Потому что здесь голубая ель колючая на штамбе. Но штамбик маленький. В прошлом году, по-моему, посадила я Веронику. Покупала ее на распродаже. Без названия, без ничего. Просто таким, знаете, хилым растением. И она выросла высокорослой. А здесь, конечно, ей не место. Ее нужно убрать мне туда на второй план. Но я угадала, может быть, не с высотой, но с цветом точно. Потому что я такие цвета просто обожаю. Снеги. Вы посмотрите, это свечи были вот такие полностью. Сиреневого цвета. Очень красивая Вероника. Леатрис тоже вымахал белый. Покупала на распродаже. Луковички вот эти вот тоже измученные. Но они выросли. Теперь Леатрис у меня уйдет в другую композицию. Я вам позже покажу, что сейчас еще я делаю. Злак тоже нужно будет подубрать. Потому что я его покупала на выставке. Мне сказали, он будет маленький. Но теперь видите, какой я вымахал. И, в общем, это вот все три растения. Они закрыли мою елку голубую. Нужно убирать. Кстати, злак у меня тоже есть уже место для новой композиции. Лаванда моя любимая. Это вот третий черенок от Натальи. Гортензия. Видите, это получше выглядит. Здесь уже распустилась древовидная гортензия. Аннабель стронг. Вот такие шапки. Она уже давно цветет у меня. Но она тоже из зимы в этом году вышла плохо. Вот как бы не странно, что древовидная гортензия, она вообще неубиваемая. Но куст испорчен. Видите, что с кустом стало. В прошлом году он был в три раза больше. Я его обрезала на две почки. Смотрите, какое интересное растение. У меня в этом году досталась соседка. Мне принесла корневище. Это традисканция рубра. Я не знала, что традисканция есть садовая. Она цветет фиолетовыми цветами. Корневище было, знаете, в пакете. И в полу... В очень плохом состоянии. Просто ее посадила на выживание. И она выжила. Смотрите, как разрослась. Я ее буду убирать в каменный цветок. Цветник. Растение, как оказалось, очень оригинальное. Я прочитала. Красиво. Уберу его отсюда. И вот еще один цветок она мне дала. Я забыла название, как он называется. Тоже корневищем полугнилое было. Посадила просто. Смотрите, как выжила. Здорово. Так. Дальше идем. Это гортензия фантом. Взрослый довольно-таки куст. Тоже только вот... Начинает распускаться. Но еле-еле. Соцветий много. Я оставляю на кустах много соцветий. Пускай их будет много, и они будут среднего размера. Это высевала я из семян гвоздика китайская. Так. Смотрите, это новинка тоже. Покупала, наверное, недели две назад дельфиниум. Посмотрите, какая красота. Название не знаю. Просто было написано «Микс». И опять я угадала цветом. Хорошо, что не розовый какой-то, знаете, не белый. А вот именно такой цвет, который я люблю. Здорово. Дорогое растение, конечно, дельфиниум. Но я знаю, что он выращивается очень тяжело. Но, может быть, на следующий год я попробую вырастить. Хочу побольше. Это вот четвертый черенок гортензии. Три сестры. Покупала три. А в третьем было как будто еще один. В общем, разделила. Получилось четыре. У меня теперь куста. Тоже гортензия. Три лилии отдали мне. Высадила. Не знаю название. Это перовский. Вот один куст. И еще один куст. Это уже черенки. От того большого маточника. Кизильник блестящий. Здесь я высадила еще гортензию. Это черенки прошлого года. Осенние. Смотрите, хорошо пошла. Но это как обычная тыква. Сажаю декоративную. Это единственная тыква, которая выжила после заморозков в конце мая. Вот она одна. У меня высажена. Так. Это спирея серая. Не знаю, что мне с ней делать. Скажите, кто обрезает спирею серую. Это ранний сорт. Говорят, что если ее обрезать, то скудное цветение на следующий год будет. Вот и не знаю. Куст вымахал очень большой. Конечно, хотелось бы его придать форму этому кусту. Кто срыжет, подскажите. Так, дальше что? Это также у меня такими островками высажен чабрец ползучий. Это шелковица на штамбе. Плоховато вышла из зимы, но обросла. Выжила, слава богу. Это теневая камнелунка. Или городская еще и называют. Куст отличный. Курильский чай. Или лапчатка. Желтым цветет. Вдоль всего забора у меня высажены скальные можжевельники. Блю и Роу. И здесь два куста сирени. Это шариком Туя. А здесь у меня композиция, так сказать, розарий. Высажены три розы. Я вам по сортам розу не скажу, потому что я их не запоминаю. Я вам напишу, покажу картинку, когда я их покупала. Это роза белая с такой абрикосовой серединкой. Но плоховато она держит цвет, цветок, когда дождь особенно. Да и в жару особо она не держит. И видите, здесь ее уже и связала как-то, потому что ветер ее поломал хорошо. Несколько прям веток больших. Практически нет аромата. Средний аромат. Это роза красная. Красивая, с белыми штрихами. Аромата нет вообще. Но отлично. Очень хорошо вышла из зимы. Желтая роза. Аромат из 5 баллов в 5. Очень ароматная роза. Вышла из зимы плоховато. Но все же она обросла и цветет. И по кругу у меня здесь высажена лаванда. Лаванду эту я не срезала. А срежу я попозже, когда уже начнут цветки отцветать. Больше часть их. Это будет у меня летняя обрезка. Здесь 2 кустика новых я высадила. Потому что отсюда убрала и 2 растения в каменный цветок. В следующем году они нарастут, эти 2 кустика. И выровняются. Здесь у меня полный круг получится. Здесь веники 2 штуки по бокам. Тоже нравится мне это растение. Для симметрии высажена. Подстригала гвоздику я вам показывала. И вот она второй раз еще зацветет. Бутоны набивает. Еще одна шаровидная туя шаровидная. Это хакура нишики. Посмотрите, какая она была. И теперь какая она стала. Я ее тоже режу раза 2, а может быть даже и 3 в сезон. Формирует, так сказать, шарик. Потому что у ивы тоже очень сильный рост. И она будет расти до бесконечности и парусности. И чтобы ее не ломало, я ее подстригаю обязательно. После того, как сойдет ее цвет прирост розово-белый. Вот вторая Вероника. Посмотрите, тоже с распродажей. Я 2 куста брала. Такая она большая уже разрослась. Вот здесь ей место на втором плане. Куст высокий, очень высокий. Он, наверное, метр 50 точно в высоту. Вигела. С темным листом цветет ярко-розовыми цветами. Плоховато вышло из зимы, но обрастает потихоньку. Это я позднюю осенью на распродаже покупала. Будлею Давида. Вышла она из зимы, между прочим, очень-очень хорошо. Я ее обрезала в зиму. Оставляла сантиметров 10 над землей. Но вот эти майские заморозки, вот эта непогода, она притормозила рост Будлеи. Ну, смотрите, набила бутоны. Два куста покупала. Вот какой-то из них должен быть розовый, а другой фиолетовый. Еще одна лопчатка. Это другая. Вот они вроде бы цвет у них одинаково желтый. А цветы разные. Вот эта покрупнее, а помельче цвету. Ель. Это три куста у меня высажены на шпальере такой княжики. Это три можжевельника голубых. Туя. Это туя смарагд. Я введу ее шариком. Смотрите, тоже стриженная уже я вам показывала. Вот вторая Будлея. Я ее покупала на распродаже тоже осенью. Вот, смотрите, соцветия уже есть тоже. Притормозила. Она так хорошо пошла. Вот как раз вот эта и будет фиолетовая. Смотрите, уже видно, что она темно-фиолетового цвета. Красивая. У меня даже названия где-то были записаны. Я посмотрела. В описании она очень-очень красивая Будлея. Ну, это моя глициния. Blue Moon. Все, я жду, когда она зацветет. Но, конечно, когда будете ее покупать для Московской области, она у вас не зацветет. У нас и тут климат. Может быть, и климат и тот. Она, это самая зимостойкая глициния. И всех 35 градусов держит. Но у нас она не зацветет из-за счет того, что у нас большие температурные перепады. Она вот так обрастает листвой. И просто зелень. Но цветения, конечно, нет. Гортензия. В прошлом году я ее покупала. Это Pinky Winky. Посадила ее на второй план, потому что гортензия крупная. Тоже набивает цвет. В прошлом году она у меня цвела. Я с цветком покупала. Также Северлок. Это пихта. Вот, смотрите, хорошо она дала вот это все. Прироста этого года. Смотрите, она выдала вот такую макушку. И вот эти вот шишки великолепные. Красивые, конечно, шишки. В 2020 году я ее высаживала. Весной. Вот как раз я убрала там, я вам говорила, можжевельник голубой оттуда, потому что его уже было не видно. Кизильник его практически накрыл. Там на углу у меня высажен злак. Большой. Это гортензия Skyfall. Тоже потихоньку набивает. Вот еще один можжевельник. Это Green Carpet. Я его тоже оттуда убрала. Это очень-очень стелющий, очень низко стелющий можжевельник. Это я подложила здесь эти палочки, чтобы он немножко вверх смотрел. Это практически плоский можжевельник. Красивого, зеленого цвета. Green Carpet. Отличный. Можжевельник. Кому нужно закрыть низко землю. Очень красивый. Ну, это гортензия Самарская лидия. Не знаю, все за ней охотятся до сих пор. Я ее тоже, конечно же, купила. Но я вам скажу, что, по крайней мере, у меня в саду она очень капризная. Поражается клещом. Она постоянно чем-то болеет. У нее подсыхают листья. Ну, да, цвет у нее красивый, винный такой. Она у меня цвела в прошлом году. Ну, не знаю, что ей нужно. Своеобразная гортензия. Поломала у меня ее в этом году немножко. Две ветки. Не знаю, ничего такого. Хосты. Это вот эти хосты я убрала, где сейчас высадила лаванду. Бадана у меня здесь. Почвы покровники высадила. Лаванда. Вот эти два куста я уже срезала. Это я плела. Эти букеты. Ну, сухоцвет делала. И еще я срезала в другом цветнике лаванду всю. Это гортензия. Черенок прошлогодний, осенний. Я черенковала. Вот так выглядит эта часть цветника. Там за камнем у меня расположен барбарис. Покупала в прошлом году, поздней осенью. Высадила его туда, ближе к забору, потому что он очень-очень высокий будет. Здесь я еще покрыла, замульчировала щепой. Это щепа лиственных деревьев. Деревни обрезали деревья и сразу их перерабатывали в стружку. Вот я попросила, мне привезли целую машину вот такой щепы. Земля оголяется, потому что земля съедает со временем мульчу. И нужно, конечно, досыпать, чтобы не росла трава. Здесь даже и отчетки у меня, почему покровные высажены. В общем, всего и понемногу. Вот такой общий план цветника. Там у меня мискантус между двумя скальными можжевельниками. Он уже большой вырос. Скоро будет выгонять цвет. Метелки очень красивые. Сиренево-медного такого цвета. Вот так я вам пройдусь, покажу общий план цветника. Все красиво. Периодически что-то отцветает, что-то зацветает. Поэтому цветник всегда радует. Это все, что я хотела вам сегодня показать. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Подписывайтесь на канал.